Франция заявила о скорой независимости от российского газа. В США предложили обучать украинских пилотов управлению истребителями, а в Германии сообщили, что не собирается идти на уступки путинскому режиму. Об этих и других событиях в мире далее в эфире. В США предложили профинансировать обучение украинских военных полетом на истребителях F-16. Вашингтон рассматривает возможность выделить 100 миллионов долларов, чтобы обучить пилотов из Украины управлению самолетами четвертого поколения. В официальном Киеве заявили, что сейчас ведутся переговоры об отправке американских истребителей. Тем временем уже предоставленные РСЗО «Хаймарс» оказывают существенное влияние на ход войны. Об этом сообщили в Пентагоне. По словам чиновников, украинские воины успешно используют системы для уничтожения складов и командных пунктов россиян. Что напрямую влияет на расстановку сил на передовой. Вдобавок к «Хаймарс» украинская армия уже получила первые системы залпового огня М270. Это родственница «Хаймарс». Она отличается гусеничным, а не колесным ходом. А также способностью нести не 6, а 12 ракет в одном пакете. Около 70% жителей Германии одобряют дальнейшую поддержку Украины в развязанной Москвой войне. При этом немцы понимают, что цены на энергоносители могут и дальше расти. Однако, лишь 22% граждан против того, чтобы Берлин помогал Киеву. Похожую мысль высказали и в правительстве страны. По словам главы МИДа Аналины Бербок, Германия не собирается ослаблять санкции против Кремля ради поставок газа. Подобные действия не решат вопрос, а приведут лишь к еще большему шантажу со стороны Путина. К началу осени Франция окончательно избавится от российской газовой зависимости. Президент Эммануэль Макрон заявил, что к сентябрю Париж полностью обеспечит себя газом, не покупая его у Москвы. По словам лидера, альтернативные источники поставок Франция начала искать сразу после вторжения России в Украину. Сотрудничество с новыми партнерами и экономия ресурса являются ключом к успеху, считает Макрон. Уже введенные санкции затронули почти половину российского экспорта в ЕС. В общем, это около 73 миллиардов евро. В будущем Еврокомиссия прогнозирует, что Москва будет страдать от недостатка технологий и перебоев в цепях поставок, что поставит под сомнение жизнеспособность экономики. Так называемый параллельный импорт не спасает путинскую Россию. Страна все равно остается изгоем. Ритейлеры сообщают, что из-за отказа мировых брендов сотрудничать с агрессором, им приходится закупать продукцию у китайских производителей. Таким образом, техника часто не имеет российской раскладки на клавиатуре, а переходники не соответствуют разъемам. Коридоры для вывоза зерна из Украины может заработать на следующей неделе. Об этом сообщают турецкие СМИ. По информации источников, стороны должны подписать некое соглашение, которое обязывает представители Украины, России и Турции контролировать вывоз зерновых из портов.